Республиканский проект «Здоровое поколение. Здоровый регион» действует с 2015 года и продолжит свое существование до 2027-го. То есть учащиеся первого А-класса будут в нем задействованы до 11-го. В программе проекта множество мероприятий республиканского масштаба и спортивные акции. Также ребят ждут встречи с российскими спортсменами. Один из них, знаменитый паралимпийский чемпион Ильдар Помыкалов, накануне стал гостем школы. Звот встань! Смирно! Мы привезли вам в гости очень-очень большого, знаменитого, очень известного спортсмена Ильдара Валерьевича Помыкалова, двукратного паралимпийского чемпиона. Он занимается спортом легкой атлетикой. Спортсмен рассказал о себе, о том, что побудило его заниматься легкой атлетикой и каким образом ему удалось достичь таких высоких результатов в мировом спорте. Ильдар Помыкалов участвовал в пяти паралимпийских играх. Первые были мои в 1996 году, где была первая бронзовая медаль. Потом в 2000 году, потом в 2004, это, как я говорил, в Китае, в Греции, в 2008 в Китае. И вот заключительные мои паралимпийские игры были в Лондоне в 2019 году. Но на нынешние паралимпийские игры в Бразилии я уже не готовился. То есть после Лондона я уже сказал, что все. Я не способен просто ни физически, ни морально заставить себя бороться за медаль. Каждые крупные соревнования учили спортсмена быть сильнее и целеустремленнее. Кроме того, положительные эмоции после побед, по словам чемпиона, несравнимы ни с чем. Когда он завоевывал свою первую золотую медаль, тренеры, конечно же, хотели поздравить воспитанника первыми. Но их не пускали на беговую дорожку. Я не мог подойти к ним минут пять, потому что мне дали полотенце после финиша, и у меня были слезы в счастье. Я просто не мог успокоиться, я полотенцем закрылся и ходил, как будто я должен отдышаться. На самом деле я практически плакал. Когда я уже немножко успокоился, только тогда я смог к ним подойти и уже по-мужски побрататься, принять поздравления. В завершении классного часа ребята смогли задать спортсмену свои вопросы. Интереснее всего им было узнать о том, в каких странах ему удалось побывать, участвуя в соревнованиях. Гость привез учащимся показать свои награды. Первоклассники увидели настоящие золотые медали с Паралимпийских игр, почувствовав и себя на мгновение чемпионами. На память о себе спортсмен оставил в школе именной элитный номер со своим автографом. А учащиеся подарили ему футболку для тренировок с брендом нашего города. Мы вам дали футболку с брендом нашего города, БУБК, Кумерсталом. Здорово. Вам на тренировке, чтобы у вас сопутствовало удача, чтобы вы в нашей футболке обучали детей, спорту. Ну и огромное вам спасибо. Спасибо вам большое. Вот могу сказать по поводу того, что когда я ездил на родные соревнования, я привозил оттуда, ну не специально, а так получалось, привозил оттуда кружки. То есть с каждой страны я привозил по кружке, а потом постепенно мне домашние уже сказали, говорят, давай, теперь тебе уже специально там кружки покупай и привози, чтобы было не в каких-то странах было. Вот в этой коллекции я присоединил как раз эту футболку, и это будет она практически равно, что я побывал еще в какой-то стране. Кроме урока с чемпионом, коллеги Ильдара Помыкалова, приехавшие вместе с ним, приготовили для ребят интересную спортивную программу. Школьники прошли медицинскую диагностику. Специалисты измерили рост и вес учащихся, оценили уровень здоровья с помощью компьютерной программы. Дети с удовольствием прошли необычные и интересные тесты на проверку зрительно-моторной реакции. А в спортивном зале ребята показали гостям, насколько они развиты физически. Будущим чемпионам предстояло выполнить несколько упражнений – прыжки в длину, челночный бег, упражнения на гибкость и так далее. Напомним, все прошедшие в этот день мероприятия были в рамках проекта «Здоровое поколение. Здоровый регион». Программа направлена прежде всего на оздоровление молодого поколения как будущего страны. Все посвящено, вся цель – это здоровый образ жизни, развитие спорта. Сейчас у нас в школе идет шесть дополнительных часов физической культуры. Туда входит спортивная аэробика, плавание, шашки, армрестлинг, строевая подготовка. А потом уже идут виды спорта. Мы будем взаимодействовать с пятого класса, начиная со спортивными школами. С десятого планируется уже с высшими школами Олимпийского резерва. Школьникам очень понравился урок с чемпионом. Особенно интересными им показались истории из его детства. Еще мне запомнился, он рассказывал, что он, когда был маленьким, был на соревнованиях. И получилось так, что его потеряли. А когда он шел по снегу, он был маленьким, его не было заметно. Все испугались, что его потеряли. Все были вроде в финише, и он прибежал. Ильдар Помыкалов остался очень доволен тем, как в нашем городе активно развиваются многие виды спорта. В том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. В последние годы обращают внимание на спорт, на физкультуру, на здоровый образ жизни. Это очень важно, потому что это не только в масштабах страны, это для каждого человека важно. Это значит, он сам будет здоров, это значит, его семья будет здорова, его дети будут здоровы, и в жизни будет все более-менее хорошо. Гульнас Филатова, Ярослав Кондратьев, телекомпания АРИС.